Грецкие орехи молочной спелости могут поправить здоровье на долгие годы. Орехи – один из самых полезных продуктов на нашем столе. Они изобилуют витаминами и микроэлементами, предупреждают появление и развитие многих болезней, да и вкусны необыкновенно. В чем же заключается лечебная сила орехов? Кедровый орех содержит практически все незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины. Народная медицина охотно и широко применяет кедровые орехи для лечения различных заболеваний. Так, например, население Сибири издревле считает их эффективным лечебным средством при отложении солей. Настойка из кедровых орехов применяется для лечения суставного ревматизма, подагры при нарушении обмена веществ, авитаминозе. Толченые орешки вместе со скорлупой заливают водкой, настаивают 7 дней, процеживают и принимают в течение полутора-двух месяцев. Измельченные ядра кедровых орехов с медом полезно употреблять при язвенной болезни. Народная медицина считает, что при различных заболеваниях кожи, в том числе раки кожи, экземах, фурункулах, постоянное употребление натуральных кедровых орешков или кедрового масла ведет к выздоровлению. Миндаль Миндаль очень полезен для костей. Комбинация кальция, магния и витамина В6 способствует их укреплению. Миндальное молоко может быть идентичной заменой коровьему, в частности, по количеству находящегося в нем кальция. Особенно это важно для тех, кто страдает непереносимостью коровьего молока. Масло миндаля применяют при лечении пневмонии, атита, кашля, бронхиальной астмы. С его помощью можно наладить пищеварение, избавиться от стоматита и успокоить тахикардию. Для этого нужно принять 5-6 капель миндального масла на кусочки сахара. Лесной орех Лесной орех – это плод любого из 20 видов кустарника рода лещина. Орехи крупноплодных форм лещины, в основном лещины обыкновенной, лещины крупной и лещины понтийской, называют фундуком. Его свойства позволяют применять для профилактики заболеваний сердца и сосудов. Она помогает нормализовать давление, защищает от атеросклероза, снижает уровень холестерина, уменьшает риск развития инсультов и инфарктов. Лещина показана при варикозном расширении вен, малокровии, радикулите, аденоме простаты, болезнях мочеиспускательных путей. При смешивании измельченных орехов с медом получается средство от ревматизма и малокровия. Фисташки Фисташки содержат самое большое количество антиоксидантов, отвечающих за молодость кожи. В этом они лидеры среди всех орехов, настоящие природные косметологи. Мононенасыщенные жиры, найденные в фисташках, аналогичны тем, что имеются в авокадо. Согласно данным Американской кардиологической ассоциации, эти вещества крайне важны для здоровья сердечно-сосудистой системы, они не дают холестерину оккупировать твои сосуды и даже предотвращают инфаркт. Калий Еще один полезный для сердца компонент фисташек. В американском журнале клинического питания приводятся доводы в пользу употребления 10-20 фисташек в день, основанные на стабильном снижении кровяного давления и улучшении липидного профиля сердечников. В фисташках меньше калорий жиров, чем в других орехах, что делает их идеальным продуктом для перекуса. Ученые уверены, что даже если заменить 20% рациона по калорийности на эти зеленые орешки, увеличение массы тела не произойдет. При болезнях печени, гастрите и колите народная медицина советует такое средство. Измельчи в ступке фисташки и принимай их по одной чайной ложке три раза в день между основными приемами пищи. Орехи пекан Орехи пекан значительно снижают содержание уровня холестерина. Происходит это благодаря наличию в данном продукте особой формы витамина Е, который защищает артерии от воспалительных процессов. От употребления орехов пекан в крови повышается уровень гамма-токоферолов, что ведет к снижению риска возникновения холестериновых бляшек. При хронической усталости и после тяжелой болезни готовят такое средство. Один стакан ядер орехов пекан растирают, затем разбавляют двумя стаканами кипяченой воды, перемешивают, принимают по 1 четвертой стакана смеси 2-3 раза в день. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте перейти на наши странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки есть в описании. Услышимся!